Дорогие москвичи! Первый вопрос. Действительно, сегодня мы переживаем не самые легкие времена, и многие пытаются вбить клин между двумя такими вековыми конфессиями, как ислам и православие. И как вам видится организатор сегодняшнего матча? То есть это благое, богоугодное дело сегодня? Ну, во-первых, я хочу поздравить всех телезрителей, всех жителей нашего Стольного Города с Днем Города. В 868 лет назад Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий заложил основание, фундамент того дома, в котором мы все вместе живем. В этом доме уютно, тепло. Я всех вас поздравляю. И сегодняшнее мероприятие подтверждает, что мы живем все в одном доме, и нам всем нужно находить общий язык между собой. Этот общий язык мы находим. И находим, общаясь друг с другом, и на футбольном поле. И не только на футбольном поле. Мы делаем общее то, богоугодное дело, которое Господь поставил делать каждому из нас. Конечно, каждый человек должен найти свое место в жизни. Как сказал свидетель Николай Сербский, пекарю нужно быть святым пекарем, мастеровому нужно быть святым мастеровым, а учителю нужно быть святым учителем, а священнику нужно быть святым священником. Каноны не запрещают заниматься спортом. И это очень хорошо. Всем нам хорошо очень известна одна такая поговорка «в здоровом теле здоровый дух». Но первоначально она на латинском языке звучит совсем по-другому. Выбрасывается слово «молись». Молись, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. И это очень важно. Для того, чтобы мы правильно воспитывали и душу, и тело, нам необходимо обращаться к Богу. И с молитвой мы выходим на футбольное поле и забиваем красивые голы. Не знаю, удастся мне сегодня завидеть голы или нет, но надеюсь на это. Желаю всем помощи Божией, мира, радости, крепкого всем здоровья и до хранения всех вас Господь на всех ваших жизненных путях. Спасибо. И все-таки один уточняющий вопрос, потому что для нас тоже это очень необычно. Вы сегодня сняли свой священнический сан, чтобы поддержать действительно эту благую акцию. Первый ли раз вы сегодня играете в футбол, вот именно в такой, где представители разных конфессий. И вот как, кстати, футбол практиковался для вашей юности? Ну, если перелеснуть историческую страницу, то я вспоминаю, когда мне было 11 лет, и я мальчишкой пришел сюда, в Спартак. И Ренат Розрахманович Досаев в свое время основал школу вратарей, где и тренировал, и у меня в том числе. К сожалению, его сегодня нет, очень жалко, но надеюсь, мы в ближайшее время встретимся. И как коллеги найдем с ним общий язык. Не удалось мне стать великим футболистом, великим вратарем. Я стал священником. И благодарен Богу за то, что Господь призвал и поставил меня на то место, на котором я должен стоять и служить. Не запрещают каноны священнику заниматься спортом. И участвовать в таких мероприятиях, как сегодняшнее мероприятие спортивное, которое было организовано Духовным Управлением Мусульман Москвы и Центрального региона России. И еще раз поздравляю всех с праздником, с днем рождения нашего города. Желаю всем и духовных, и спортивных успехов. Храни всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok